Если так холодно и цинично говорить, то, конечно, вот западные славяне и восточные славяне издревле, они не очень любили друг друга, потому что западные славяне, они были воинственные, они любили сражаться, они любили завоевывать, а восточные славяне, они любили земледелие, спокойствие, мир и так далее. И вот этот западный славянин чех или западный славянин поляк гораздо скорее соединится с тефтонским рыцарем и пойдет на восточного славянина, чем соединится с восточным славянином и пойдет на тефтонского рыцаря. Это первое. Второе, к этому добавила еще, наверное, как бы увеличила вот этот вот разлад между восточной и западной ветвями славян религия. Да, все-таки западные славяне в большей части они католики и традиционное вот это противостояние православия и католичества. И на самом деле вот эта трещина в Украине, трещина в Украине, она примерно так и проходит, эта трещина между, в общем-то, западными и восточными славянами. Конечно, это сложнее, потому что была такая-то империя, такая-то империя, австро-венгерская, Румыния. Там все очень-очень сильно намешано. Вот, но с точки зрения, как бы оружия, с точки зрения вот этой войны, это вообще, это вот то, что происходит в Украине, это такая самая радикальная форма глобализации. Потому что что нужно на самом деле? Ну, помимо того, чтобы создать там проблемы, своему конкуренту России, конкуренту России, Россия это конкурент, просто конкурент, просто это конкуренция, люди как бы, это не война, не истребление, это конкуренция. И помимо того, чтобы создать проблемы России, еще нужно что сделать? Еще нужно получить территории, рынки. Чтобы получить рынки, надо уничтожить экономику этой страны. Тогда ты получаешь рынки. Эти, для своих гамбургеров, для своих зубных паст, порошков, прокладок, тампонов и всему остальному. Вот. Получить, если хотите, может и рабочую силу какую-то, на самом деле дешевую, хотя с этим уже начинает быть проблема в Западной Европе, ибо все вот эти несчастные, многозначительные муравьиные страны Восточной Европы, которые присоединились к Евросоюзу, к НАТО и так далее, они поставили уже огромное количество сантехников, нянек, домработниц там и так далее. Полнаселение, не полнаселение, не полнаселение, треть населения Прибалтийских республик уехало из страны. Вот. Но Украина ведь тоже, это не секрет, я вообще лично считаю, я лично считаю, это, наверное, будет звучать очень неполиткорректно, я лично считаю, что Украина должна быть в составе России. Вот я лично считаю. Это не значит, что я призываю к войне, там и так далее, но я убежден в том, что Украина и Россия это вообще одна территория, скажем так, одна территория, и она всегда была одной территорией, на самом деле. Вот. Ну, с большим или меньшим успехом, исторически менялись границы и все такое. Вот. То, что касается Крыма, ну, с Крымом понятно все. Крым, Хрущев отдал Крым, но он в страшном сне мог представить себе, что Советский Союз развалится. Это был Советский Союз. Вот. В этом смысле, кстати, Путин в свое время очень правильную вещь сказал, что когда развалился Советский Союз, метили в политическую систему, а разрушили Великую Империю, которую не строили. Удивительно. Гражданская война, революция, Первая мировая война, вернее, Первая мировая война, революция, Гражданская война, Вторая мировая война, Великое Отечественное, не разрушили эту империю. А, в общем, относительно мирный вот этот процесс 91-го года разрушил эту величайшую империю, которая, в общем-то, не очень-то хотела разрушаться. Вот. А доколе, ну, мне кажется, что это никогда не кончится. Например, ну, хорошо, там, успокоится как-то Украина, там, я не знаю, признают Донбасс, Донбасс станет, там, отдельным каким-то государством, потом войдет в состав России, вот. А еще как-то, там, позитивные какие-то моменты произойдут, начнется что-нибудь другое. Точно начнется какая-нибудь Средняя Азия какая-нибудь, Киргизия начнется. Она уже начиналась, Киргизия. Грузия уже начиналась. Молдавия начиналась. Вот. Это будет всегда. Это будет всегда, и надо быть к этому просто готовым, что эта ситуация никогда не остановится. Это все идет уже много-много веков, со времен вообще, я не знаю, крестоносцев и еще дальше. Вот. Это конкуренция между великими силами, между философиями, между системами ценностей, между религиями, между мировоззрением, мировоззрениями. Вот. Поэтому это постоянный процесс, просто он идет по-разному, он будет проявляться по-разному, этот процесс. Вот. Но проще, естественно, проще управлять, вот, естественно, проще раздробить Югославию на несколько государств, и потом поодиночке их купить, присоединить, захватить, захватить не в военном смысле, а захватить в экономическом, политическом, идейном, моральном плане и так далее. Вот. Поэтому это никогда не кончится. Я просто очень бы хотелось, чтобы это было как можно дальше от наших, собственно говоря, границ. И в этом смысле я очень надеюсь, что рано или поздно славянские государства, я имею в виду наши славян, советские, станут одной страной. Я надеюсь, что это и есть по исторической перспективе у этого.